Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня у нас первая встреча после начала работы Государственной Думы с председателем Комитета по охране здоровья и спорту Николай Федоровичем Герасименко. Добрый вечер, Николай Федорович! Добрый вечер! Дума начала работу уже три месяца назад, мы все с интересом наблюдали, что там у вас происходит. Вот сегодня как работает Дума и ваше место в новой Государственной Думе? Очень сложно Дума. Я думаю, пока она даже еще не показала свое истинное лицо, я бы сказал. Дума как бы разделилась на три части. Первая часть левая это КПРФ 89 депутатов и агропромышленная группа 42 депутата. Это составляет 131 депутат, где-то 29 процентов. Центр единства и группа народных депутат 140 человек. И правые это Союз правых сил, Яблоко, Отечество вся России, как бы туда. И там часть независимых 13 человек и ЛДПР, которые мечутся туда-сюда. И нет ни у кого большинства. Любой закон, даже неконституционный, нужно договариваться. С одной стороны, это хорошо, то есть будут проходить те законы, которые все-таки будут пользоваться поддержкой большинства. С другой стороны, это, конечно, затрудняет взаимоотношения внутри Думы. Но с другой стороны, я отметил очень высокий профессиональный состав нынешней Государственной Думы. Ну, достаточно на нашем примере комитета по охране здоровья, теперь еще и спорту. В нашем комитете 7 человек профессоров из 17. И у нас один из самых крупных комитетов Государственной Думы. 10 человек вообще имеют ученую степень. Три члена академии, имеется в виду настоящих академий, они надуманных. Академия медицинских наук, Академия педагогических наук. Два вице-губернатора, один вице-губернатор Санкт-Петербурга, а другой из Ростовской области, мэры. То есть очень серьезный профессиональный состав. Я думаю, эта Дума будет очень работоспособна. И вот даже наша группа, я принадлежу в группе народный депутат, она поддержит, в общем-то, как бы правительство, но при том не слепо. А каждый все равно это депутат одномандатников. И главная идеология, что не должен принадлежать никакой партии. И должен, прежде всего, отражать интересы своих избирателей. Сейчас определились по планам работы. Это, прежде всего, пойдет земельный кодекс, таможенный кодекс, налоговая вторая часть, кодекс законного труда, бюджетный кодекс, уголовный кодекс, административный кодекс. Я думаю, это важнейший законопроект, который пойдет сейчас. Это план работы Государственной Думы. А какой план работы Вашего комитета? У нас на 8 сессии пойдет, наверное, 8 законопроектов и 2 парламентских слушания. Мы проводим парламентские слушания про все наиболее важное для страны. Это о демографической ситуации в стране и меры, которые принимает правительство по ее смягчению. Вы знаете, что ухудшилась ситуация в 1999 году. Возрастла смертность, еще дальше снизилась рождаемость. По прогнозам специалистов, которые занимаются демографией, при такой ситуации к середине 21 века в России может проживать только 50 миллионов человек, нужно что-то делать. Это мы обязательно будем рассматривать. И другие парламентские слушания будут о социальном положении медицинских работников и больницах. Это тоже нас очень волнует. И в портфеле законопроекта, который касается, прежде всего, охраны здоровья населения, это закон о здравоохранении, второе чтение, важнейший для страны закон, я его сравниваю с кодексами, хоть земельным, хоть бюджетным, это самый основной закон для страны. Он будет очень тяжело идти, потому что там требуются деньги, там в определенном образом восстанавливается вертикаль, там восстанавливается ответственность правительства и главы администрации за финансирование здравоохранения, да, там гарантия определяется населению бесплатно, медицинскую помощь, так вот. То есть это очень серьезный закон. Другой закон это о защите населения от туберкулеза. Тоже проблемы крайне острые, там мы включаем и принудительное обследование лечения больных с туберкулезом. Очень серьезные и очень будут спорные законы, которые будут мощно противодействовать различной группировке, это закон об ограничении табакурения и рекламы. Там будут, потому что эти законы как бы затрагивают интересы производителей табака, продавцов, рекламодателей и так далее. Они приняты были в первом чтении с большим трудом, когда оставился напоименное голосование, и я ожидаю также больших трудностей, когда будем принимать во втором и третьем чтении эти законы. Очень важный закон о поправках к закону о обязательном медицинском страховании, где речь идет о уменьшении посредников, которые занимаются медицинским страхованием, прежде всего, так сказать, о том, что медицинские страховые компании, значит, не будут являться обязательным участником обязательного медицинского страхования. Каждая территория может решать по-разному. Чтобы убрать посредников, достаточно, чтобы фонд обязательного медицинского страхования сам занимался страхованием, а без страховых компаний. Серьезно законопроект будет касаться и также вопросов социальной защиты медицинским работникам о пенсии. Потому что постановление правительства сузило круг и по учителям, и по медикам, которые имеют право на пенсию за выслугу лет. И мы приглашали Матвиенко, сейчас сделали запрос, и будем обсуждать вот эту проблему пенсии медицинских работников. Вопрос был о регулировании цен на лекарства и закон о фармацевтической деятельности, о медицинских изделиях. То есть довольно большой, так сказать, портфель законопроектов. Я еще не все затронул эти законы, которые у нас будут, да. Вот это только, так сказать, часть, которая пойдет на весенние сессии. А вообще в портфеле комитета по охране здоровья, теперь уже и спорту, еще имеются законы, которые касаются уже физкультуры спорта. Это закон о детском и юношеском спорте. Нас это больше всего беспокоит, потому что у нас сейчас только в основном занимаются либо профессиональным спортом, да, вот, таким, либо готовят только чемпионов. А общее развитие, особенно детей, да, здесь у нас страдает. Вот такой законопроект готовится. Первое, что вы сделали, приехав на Алтай, это поехали на свой избирательный округ. На моих встречах ко мне поступило 738 писем и обращений, которые только уже обработаны, да, ну, различного характера, вот, начиная от помощи операциям, лекарствам, машинами, оборудованием и так далее. И второе, есть, в общем-то, принцип, который я всегда придерживаюсь, что нужно всегда людям делать добро. Это мой главный принцип. Огромная, вот, так сказать, удача, то, что удалось выбить 2 миллиона рублей на строительство дома для инвалидов, колясочников, да. Вот, то есть, эти вещи мы обязательно стараемся поддерживать. Также, бывая на встречах, сюда, в встречах проходишь вот с такой пачкой обращения. Сейчас я побывал в Валейске, в Поспелихе, при этом мы выезжали в село, вот, там, Белоглазово, Супановского района, в Поспелихе, в колхозе 12 лет октября. Еле оттуда выбрались, 3,5 часа в эту метель добирались с большим трудом, вот, и я, к сожалению, не смог доехать до Рубцовска из-за этой метели. Я обязательно побываю в городе Рубцовска, и то, что мы помогали, будем продолжать по городу Рубцовску эту программу делать. Сейчас у нас полным ходом на Алтае идет избирательная кампания. Вот вы, как простой избиратель, кого бы вы стали поддерживать на выборах? Я призываю избирателя голосовать прежде всего головой. Не сердцем, не другими местами, а головой. И исходить прежде всего из чего? То, что человек сделал. Добился какого-то подъема. Вот, например, Алтайский край. 17% подъема промышленности за 99-й год. За счет очень энергичной работы главы администрации Александра Александровича Сурикова, за счет переработки, которую включили. Я вспоминаю, вот была презентация проекта, грандиозная, я бы сказал, проекта по развитию птицеводчества на Алтае. Ведь если во всем Советском Союзе планировалось 300 тысяч тонн мяса птицы в год, то 200 даже тысяч, то Алтай 300 тысяч. Это огромная, так сказать, заслуга. Вот это огромные инвестиции. В наше тяжелое время, когда никто не хочет идти на российский рынок, при том инвестиции именно в промышленность, это большая заслуга. И также глава администрации района, где добивается прироста экономики, где занимаются людьми, вот тех и нужно глава администрации поддерживать. И мое глубокое убеждение, как бы от добра добра они ищут. Нужно поддержать тех, кто не словом, а делом доказали, что они не только хотят, но и могут. Я хочу поблагодарить вас за эту встречу и попрощаться до новых встреч. Спасибо вам, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Затем большая проблема с наркотиками, так вот, и тоже вот кассеты, которые, так сказать, мы создавали, вот вы создали такую молодежную палату. Недавно я смотрел социсследования по Москве, о будущем Москвы.